друзья приветствую с вами снова дмитрий карпиловский и сегодня мы наслаждаемся диким полетом битка вниз еще совсем недавно вы смотрели видео с причинами почему биток так неожиданно превратился в ракету сейчас мы смотрим как он камнем всю ночь падает вниз что же такого произошло на самом деле ситуация прелюбопытнейшая мы имеем как раз прецедент когда рынки которые вообще-то не торгуют настоящим битком очень сильно влияют на происходящее на биржах то есть отражаются на конкретном рыночном курсе настоящего так называемого спотового биткоина итак мы знаем что самый большой по объему по ликвидности на сегодняшний день наиболее влияющий на курс из внебиржевых рынков это конечно битмэкс платформа которая позволяет трейдерам торговать битокс бешеным плечом а курс на этой платформе некий такой индикативный через который можно сказать регулируется курс сделок на платформе собирался из трех мест мы знаем что недавно выпал из этой корзины битфайнекс потому что ну их котировки начали сильно отличаться начали пересматривать всю эту историю но так или иначе сейчас важную роль в этой экосистеме играет битстамп то есть по сути курс битстампа влияет на происходящее в рынке намного сильнее чем например ну как бы это странно не звучало чем например курс бинанса потому как бинанс был залочен выводы только-только разлочили только вернулись технического перерыва и мы еще гадали если вы смотрели в дайджесте и в хомяках соответственно как это все друг с другом взаимодействует что произошло любопытного на бирже битстамп каким-то образом реализовали практически по рынку 5000 биткоинов достаточно солидная сумма для наших таких не окрепших еще после этого взлета рынков по сути мы еще находились вот в этих качелях вверх вниз и тут проливают биток до курса 6 200 чего на других биржах собственно не было за счет этого пересчитывается курс и ставки финансирования по битмэксу и битмэкс начинает лететь вниз сильнее и быстрее чем летит в вниз общий рынок на битмэксе ликвидируется огромное количество позиций потому что на битмэксе как мы знаем люди в основном торгуют с плечом причем часто с достаточно большим на падении с 8 тысяч до 6 с копейками условно прибудет даже 6 500 мы имеем потерю в более чем полторы тысячи долларов то есть все люди кто торговали с плечом 5 6 и выше были по сути вынесены из рынка их ликвидировали в пользу битмэкса битмэкс в таких манипуляциях естественно заинтересован поэтому не очень понятно насколько была органической это продажа пяти тысяч битков на битстэмп сегодня утром уже в общем то прилетела молния о том что начато расследование это мы имеем по состояниям на пятницу по большому счету это расследование и покажет но если конечно докопается кто так активно пролил битки кто так повлиял на вот эту курсовую историю с битмэксом так что друзья какого-то скажем так системной глобальной причины для опасений в сегодняшнем проливе нету более того многие аналитики например мы работаем с трейдерами из крипто консалтинг такую историю предвидели и даже открыто писали о том что на тысячу долларов курс должен пролиться вниз так примерно и получилось курс скорректировался за ночь ну условно говоря с 8000 до 7000 системно же никакой причины для такого падения нету это в общем-то ожидаемая коррекция после бурного взлета и сейчас она уже начала отыгрывать вверх на момент записи курс был порядка 7300 я использовал эту ситуацию чтобы усредниться вы знаете последний раз докупался вот буквально два-три дня назад по 8 и сейчас просто использовал эту ситуацию чтобы докупиться еще по 7 200 7 300 соответственно для перелома тренда эта история нерелевантна то есть все большие показатели даже по техническому анализу говорят о том что большой тренд бычий не преломлен это просто такой одноразовый проливы к еще профессионалы называют соплями которые развешивают в первую очередь для того чтобы выносить людей которые торгуют с плечом так что общем причин особых для паники нету но все равно следим внимательно ну и конечно на днях опубликуем уже полноценный дайдест с событиями недели посмотрите сами оцените информационный фон пока он выглядит довольно позитивно но и сегодня утром бинанса общем-то тоже отчитался о своей деятельности после всех этих историй закрытий открытий взломов и так далее и все тоже выглядит очень позитивно так что ждите дайджеста там будет больше информации на этот счет с вами был дмитрий карпеловский до новых встреч чао чао а